Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео я хочу уделить внимание незаконно обделенному вниманием лучу. Данную машину вы можете получить, купив себе особый пропуск на батл пасс этого месяца, а именно на операцию Тень Будущего. И на первом уровне, ребят, заберете себе луча и 500 голды. Луча вы можете продать всего лишь за 100 золота и, честно говоря, я в этом смысла абсолютно никакого не вижу. С таким же успехом я могу абсолютно спокойно посмотреть 2 дня видеоролики и получать по 50 голды каждый день и, в принципе, получить те же самые 100 золотых монет. А вот луч машина действительно интересная и с историей. Раньше луча можно было абсолютно спокойно открыть себе в дереве исследования. Находился он вот здесь вот, потом его отсюда забрали, ровно как и забрали многие другие машины. Он находился непосредственно перед Леопардом и, в принципе, они очень сильно похожи по геймплею. Единственное, что один постарше, другой помладше. Что касается честности обзора. Ну, для того, чтобы придержаться полностью всех канонов честных обзоров на моем канале, мы заценим с вами полностью все как обычно. По броне здесь абсолютно ничего нет, не о чем разговаривать, танковать нечем. Короче говоря, это просто сборник для снарядов. Да, в целом, на четвертом левеле практически все машины обладают именно такими катастрофически низкими показателями по броне. Поэтому здесь хвататься, ребят, просто нечем. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Ну, начнем с того, что суммарно на уровне 8 машин. Из них только две проходные. Это Стюарт и А20. Все остальные машины коллекционные. Если посмотреть прям уж совсем придирчиво, то у нашего малыша самый большой ДПМ, но не намного выше, чем у того же самого ПЗ-38ТНА. Что касается других показателей. В целом, ребят, все в пределах нормы, все в пределах разумного. Здесь альфа не очень большая. Я бы сказал, самая низкая на уровне. Это связано с тем, что это барабан. Кто-то скажет, что есть еще один барабан, и я соглашусь, есть Ковенантер, у которого 55 единиц альфы и тот же самый барабан на 4 снаряда на серию из двух снарядов. Но, ребят, играются машинки немножко по-разному. Это связано с тем, что у данного малыша скорость передвижения по карте 60, а у Ковенантера 50, что существенно и, соответственно, совсем по-другому ощущается в бою. Доходность у нас на уровне Плинтуса. А вот процент по победам практически на самом верху под потолком. И на первом месте у нас ПЗшечка 38, ну а наш герой занимает законное второе место, причем 58% побед, согласитесь, не так уж и мало. Но, ребят, попасть на 4 уровне в бои до сих пор очень сложно, и получится ли у нас, сейчас будем смотреть. Для начала посмотрим, как обычно, еще орудие под ТХ, которое получается с установленным оборудованием, амуницией. У нас получается следующая картина. Время перезарядки магазина 7,7 секунды. ДПМ 1357, нормальное комфортное время сведения и разброса. И плюс к данной машине стоит доложить то, что данная машина отрабатывает как барабан в движении, а не стоя. Ну и, соответственно, время сведения и разброс не так важны, потому что, как правило, такие машины используют в непосредственной близости к врагу. Что касается средней бронепробиваемости, то в целом ее достаточно, хотя, безусловно, против редко встречающихся тяжелых танков может не хватать. Есть для того, чтобы все-таки было чем попадаться подкалиберные голдовые снаряды, которые повышают существенно бронепробитие, при этом не сильно падает альфа в разрезе одного выстрела. Но, понятное дело, что в разрезе целого магазина, да, безусловно, альфа просядет для своего четвертого уровня существенно. Комфортные углы склонения орудия вниз-вверх, но это только лишь для того, чтобы комфортно передвигаться по всякого рода неровностям, по барханам, по каким-нибудь горкам. И параллельно с этим продолжать отстреливать барабан за барабаном в своих соперников. Пока заходим в бой, я уверен, что времени это займет очень долго, я хотел бы пригласить всех вас к себе в инстаграм, я зарегистрировался там и там буду публиковать тоже новости и видео. Кроме того, приглашаю всех на свой дискорд сервер, там где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Вы можете ознакомиться с новостями игры, которые там публикуются, как только появляются в официальных источниках, и исключительно официальные новости, никакой отсебячины. И есть ребят от Себячина в виде новостей канала, там где публикуется информация о выходе новых видео на канале, что позволит не пропускать. Кроме того, ребят, подписывайтесь обязательно на канал, становитесь спонсорами канала, участвуйте в развитии канала, который должен по определению отличаться от многих других, и я все для этого делаю. Обратите внимание, луч заходит вместе с нами. Нас будет два луча, значит солнышко светить нам в принципе должно довольно неплохо. Ну что, поехали, попытаемся машину реализовать, поехали вместе со всеми. Мы картон, ребят, на месте разворачиваемся мы не очень хорошо, к этому необходимо готовиться. На секунду отступлю от темы обсуждения луча и придвинусь к теме скептиков, которые меня хейтят за то, что я снимаю обзоры на всякого рода песок. Ребят, до тех пор пока жив мой канал и до тех пор пока жива моя философия в отношении того, что каждая машина, которая есть в игре достойна того, чтобы на нее обзор сделали, обзоры на песок выходить будут. Да, пускай я буду единственным, кто обозревает песок, да, пускай я буду единственным, кто будет горланить, что фан и веселье могут быть не только на нижних уровнях, но я буду продолжать этим заниматься, сколько бы гадостей мне не писали. Ну а тем ребятам, которые меня поддерживают, спасибо большое за понимание ко мне и моей философии. Итак, ребят, луч передвигается очень бодро, очень классно, но только по прямой в отношении того, чтобы поворачиваться, разворачиваться. Машина, ну прям совсем дискомфортная, в повороты заходит туго, в этом отношении действительно отыгрывается сложно. Раньше эта машина просто разрывала уровень, но это было тогда, когда уровни все пользовались популярностью и не было никому определенного рода значения, на каком уровне играть, главное, чтобы было весело и задорно. Сейчас же, к сожалению, игра спустилась к тому, что благодаря огромному количеству ютюберов, которые на своих каналах пропагандируют определенные ценности в этой игре, все ценности игры свелись к тому, что в игре необходимо получать средуху, вы должны получать обязательно машину верхнего уровня. Все, что начиная от, грубо говоря, там, восьмого уровня вообще не машины, я имею ввиду ниже восьмого, семерки, шестерки и так далее. А раньше, ребят, все было немножко по-другому. Раньше можно было играть, получать удовольствие и никто тебя не называл каким-нибудь недолугим за то, что ты играешь на нижних уровнях, никто тебя не мысвеивал, да и, в принципе, составляли тебе в этом компанию. Сейчас немножко все поменялось, и именно поэтому огромное количество людей, как я уже сказал, хейтят меня за то, что я делаю, а в частности, за мои обзоры. Первый бой на луче отыгран, как вы видите, это картон, в принципе, достойно передвигающийся по карте, далек от идеала, его 60 километров, это действительно круто, но только тогда, когда ты несешься по прямой, ну и его картонность заставляет его максимально двигаться по карте, потому что в противоположном варианте вы будете сразу отчаливать в ангар и не получать абсолютно никакого удовольствия. Я от боя удовольствие определенное получил. Прикольный малыш, который отстреливает постоянно барабан за барабаном, я уверен, что моя результативность в бою должна произвести впечатление на моих соперников, ну а если серьезно, то мы занимаем с вами, ребят, абсолютно нешуточно первое место. Я считаю, что это довольно прикольно для такой маленькой машинки, от которой мало кто чего ожидает. Я обязательно похвалю двух ребят из противоположной команды, они действительно очень большие молодцы, сделали все возможное, ну и похвалил еще одного луча из нашей команды. Кстати, обратите внимание, мы вдвоем находимся на верхушке, это при том, что машина, по мнению многих, не достойна абсолютно никакого внимания. Парадокс, вот и мне кажется, что парадокс. Ну что, отправимся еще в одну катку, чисто ради интереса, а там будем суммировать. На удивление, ребят, буквально за секунду меня забрасывает в бой. Я очень сильно хотел бы, чтобы на все уровни нас пускало абсолютно спокойно, вне зависимости от того, будь то 10 левел или будь то 1, у меня очень сильно чешутся руки зайти на каких-нибудь вторых левелах, которых давно нет в игре и которых никто никогда не видел из современных игроков, которые играют последние несколько лет. Вот заехать и просто кайфануть. Для этого разработчикам необходимо приложить определенного рода усилия. Пишите в комментариях свое мнение по данной теме, считаете ли вы, что разработчики должны все-таки воскресить нижние уровни и дать возможность игрокам покупать машины, в первую очередь за реальные деньги, как они периодически выставляют данные машины на продажу. Не только для того, чтобы эти машины сразу продать ради какого-нибудь там эфемерного заработка голды, а покупать данные машины для того, чтобы на них иметь возможность заехать в бой, повеселиться, получить удовольствие и кайфануть. Пишите в комментариях свое мнение, я очень сильно надеюсь, что вы поможете мне продавить эту тему перед разработчиками, я уже пытаюсь это делать, ну а с вашей помощью я думаю, что успех, ребят, у нас не за горами. Ну что, поехали, попытаемся вот так вот в наглую прорваться, пользуясь своей подвижностью в корму к нашим соперникам и попытаемся в корме немножко попортить им нервы. Так, ну что, попытаемся забросить. На дальних расстояниях, ребят, машина отыгрывается просто ужасно. Как я говорил, это связано с тем, что точностью аппарат не обладает, да и он в принципе предназначен не для того, чтобы отыгрывать на дальних расстояниях, он предназначен для того, чтобы можно было играть на ближних расстояниях. Как так получается, что мы сейчас оба наносят друг другу урон, я не совсем понимаю. Жаль, конечно, что не смог я его таким образом добрать. Досматриваем бой и обязательно прыгаем в следующую каточку. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, бой закончился, особого результата не получилось дать, но 400 единиц урона, как-никак, хоть что-то там смогли сделать. Правда, смогли это сделать путем того, что в наглую наступили на соперника и с него просто хп-шку высасывали. Поэтому обязательно похвалим сейчас тех ребят, которые сделали существенный вклад в победу нашей команды. Спасибо им большое, это именно они заточили бой. Ну а что касается того, кого хотелось бы похвалить, то обратите внимание, луч соперников на первом месте в команде по урону. И он боролся до последнего, даже оказавшись в полностью обездвиженном состоянии. Будучи зажатым, он не сдался и не поднял орудие вверх. Это действительно достойно уважения. Ну что, поехали, попробуем еще разок, посмотрим, что с этого получится, ну и будем подбивать итоги. Итак, друзья, мы, можно сказать, одной ногой уже в бою. Вернулись на ту карту, на которой у нас получилось дать довольно неплохие результаты. Единственное, что мы попали на противоположный респ. Что касается нашего героя. Да, безусловно, данный малыш далек от идеала. Да, безусловно, он смертник, если он попадает куда-нибудь под раздачу. Да, безусловно, он очень командозависимый. Но, ребят, при этом всем у него есть огромный, огромный плюс. Его плюс заключается в том, что он действительно может доставлять порой массу удовольствия. И вы действительно можете порой на нем неплохо кайфануть. Порой, конечно, приходится в то же время неплохо подождать этого кайфа. Можно дождаться того, чтобы вас запустили в бой. Но все-таки, ребят, я думаю, что стоит подождать минутку-другую ради того, чтобы получить определенную долю фана и веселья. В конце концов, не денег с вас за это просят. Но единственное, что в случае с лучом, все-таки денег с вас за это просят. Потому что вам для того, чтобы его сейчас получить, если вы его не имеете, необходимо купить себе особый пропуск. В то же время, ребят, помимо главного луча, вы возьмете себе еще много чего интересного. Ну, а значит, все, что вы заплатите, будет заплачено не только за этого малышонка. Ну, а что касается того, чтобы его продавать. Не знаю, ребят, мне было бы очень жалко его продавать. Мне вообще очень жалко продавать танки в нашей игре. Ну, а его так тем более. Потому что выручить за него каких-то никчемных 100 единиц золота, это, в принципе, ни о чем. Мы это все забираем абсолютно спокойно из всякого рода контейнеров. Мы открываем контейнеры за рекламу, из которых нам выпадают части сертификатов на голду. В частности, именно на 100 единиц. Ну, а что касается самой машины, то, возможно, когда-нибудь, как-нибудь, хотя бы раз в месяц, вы будете брать данную машину сугубо ради веселья, заходить в бой для того, чтобы расслабиться. И я продолжаю отчаянно верить в то, что разработчики нам предоставят такую возможность. Я имею в виду абсолютно беспрепятственно заходить на любые уровни в игре. Ну, и на примере четвертых левелов я уже ощущаю определенного рода изменения. Действительно, раньше даже на четвертый левел было заходить очень сложно. Ну что, психанем, давайте врубимся в него вот так вот и нанесем дополнительного урона. Мы сделали, ребят, один фраг. Если я правильно сейчас все посчитал, немножко заговорился, не обратил внимания, скольких мы вынесли. Но все-таки, ребят, в этой каточке было не меньше удовольствия, чем в первой. Да, пускай всего лишь 528 единиц. Да, пускай в отношении серебра я не буду прям в каком-то плюсе, но я готов заплатить за то, чтобы я получил удовольствие. Если я даже буду в минусе, но я буду получать удовольствие от игрового процесса, то значит оно того стоит. Обратите внимание на вражеский луч, который опять-таки находится на первом уровне в команде, простите, на первом месте в своей команде по уровню нанесенного урона. Это говорит о том, что луч он может, он действительно может и порой действительно выдает классные результаты. Вот такой вот он луч, фановый, веселый, маленький, задорный и доставляющий удовольствие. Хотите получать удовольствие от этой игры? Меняйте свое отношение к ней и тогда у вас все изменится к лучшему в отношении ваших ощущений от проведенного времени в лице. Ну а от меня, ребят, абсолютно честные обзоры всегда и в каждом видео на все, что происходит в игре, на любые новости, на любые товары и в частности на техникум. Хотите честности? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно возвращайтесь. Я стараюсь ради вас, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok